всех приветствую сегодня как-то я ездил в лес показывал шишки собирал вот сиропик уже почти все там растворилась чуть-чуть сахара на дне осталось ну постоит еще до осени я думаю растворится делая три баночки мне не надо три баночки одну себе парочку отдам потом подсолнечное масло шишками какое-то еще было масло у меня до оливковая для массажа там еще я заказывал где-то сейчас бутылочка сейчас покажу это масло пихты ну вот туда в оливковая тоже как бы накапать массаж оливковая до пихты конечно вообще запах я помню когда-то пермской области жил там пихты было много и там даже был заводик небольшой где это масло делалось запах конечно именно то свежая конечно вот это уже совсем не то я помню отец привозил он баню там и водичку добавлял это конечно в русской бане вообще прикольный запах духами одеколонными вообще я не пользуюсь не могу этот запах химии переносить так это у нас смола тоже с маслом подсолнечным как бы в роли мази пробую я вот где у меня как это какая-то сухая кожа появляется на голове еще рассказывал было пятно такое похожее на псориаз вот его подмазываю ну как бы улучшение нет и ухудшения нету пока по крайней мере и это настоечка вот самый красивый цвета такой уже чайный цвет получился взяла бутылочку 40 градусной водочки абсолютно сюда бухнул и в общем-то пару недель я уже бухаю чайную ложечку на кружку чая в общем то конечно же я этого не чувствую первый раз наверное отчета почувствовал вроде как-то что-то вроде что-то где-то было теперь я ничего не чувствую ну не могу пока сказать есть что-то лучше и хуже ну головных боли по крайней мере нету наверное все работает даже точно не могу сказать тут у меня сегодня друг навестил тернополь ездил интересно рассказывает показывает ролик как он в ресторане сидит обедает сирена кричит ну к ним подошли предложили спустя в подвал правда никто там подвал говорит не спустился все как сидели обедали так и обедали казино горит работают в общем жизнь идет своим чередом это почему я тернополь вспомнил интересно до какой степени зомбоящики нам причесывают всякую дичь самое интересное он рассказал горит местным показывали жителям вот эти вот ролики то что тут украинцы вот эти демонстрации проводят честно говоря там о них как-то странно отзывались но в общем-то их адрес такие слова были не очень приятные ну в общем прикалываются люди также он по-русски разговаривал никаких проблем не было горит даже сначала тоже как вот этого насмотрится всего зомбоящиков там везде рассказывают жуть и дичи горит немного побаивался ну потом с одним поговорил со вторым и все горит и забыл вроде что была такая информация что всех кто по-русски говорит гнобят по полной в общем везде идет дезинформация по этим зомбо ящиком поэтому лучше все таки верить людям кто конкретно там побывал кто что-то увидел потом вот это скоро осень у нас я наверно ожидаю уже опять начнут эти давить по вот этому вот барана фикусу кстати вот я перекиси водорода нет нет дома брызгаю особенно когда жарко хорошо так освежишь и влажность повышается и плюс все-таки кислород тоже очень неплохо и почему я вспомнил ту же а вот потому что ну скоро осенью вот чувствую что они начнут там уже этот мудист рта в очках которые тут германии у него такое впечатление что пластинку заел и он постоянно вот об этом только об этом больше ничего я от него не слышу тут медицина в коммерцию превратилась почему-то вот это он не замечает а вот это вот ему задачу поставили конкретную и он никак от нее избавиться не может постоянно вот только этими занимается хотя уже даже таким кто вроде вот засопливился на работу можно ходить представляете до какой степени опасно что даже на работу можно ходить это ужас какой ужас я конечно вспоминаю как это началось вот германии именно двадцатом году как нас собрали инструктировали видел глаза людей всех окружающих почти всех по крайней мере многих в их глазах был такой испуг мне так это смешно было я когда вышел оттуда мне хотелось просто ржать потому что понимаю прекрасно многие просто об этом не знают потом пришлось многим рассказывать объяснять дело в том что в армии учебном полку когда я осваивал одну специальность в то время меня назначили еще в химотделение попал и и там мы как бы учились радиацию определять все заражения хим заражения но и соответственно биозащиту мы тоже там проходили и просто я потом подумал думаю елки-палки но я-то это проходил я знаю а большинство людей об этом же вообще ничего совершенно не знают тем более в наше время советское время все-таки там какая-то была еще обороны люди изучали что-то защиту в данное время ничего нету я понимаю вот молодые я видел как они вот эти бутылочки там хватали с дезинфекционными вот этими средствами резиновые перчатки потом вот эти вот тряпочки на мордничке пачками хватали я смотрел их глаза и видел реальный испуг людей просто напугали конечно есть там фильмы были смотрел вот если бы реально опасность было было бы все как реально как в фильмах все бы это очень быстро произошло и был бы вот именно такой результат но когда ты смотришь месяцами а в тем более уже годами и они продолжают все вот эту вот гнуть эту тему просто самое ужасное это я до сих пор в городе хожу жара на улице и иногда я вижу людей в этих тряпочках представляете я бы еще был вот недавно иду на встречу идет женщина в этой тряпочке ну из-за тряпочки конечно не видно лица но вроде бы она не страшная я понимаю если бы она еще была страшная и спряталась так ну вроде нормальная но вот тем не менее что-то там в голове заклинило да тяжелый случай на самом деле в общем с медициной германии на сегодняшний день не все так хорошо потом я вижу людей очень часто которые приезжают сюда лечиться надежде вылечиться это конечно не их жалко но объяснять каждому это бесполезно и потом если у человека очень много информации в голову зак заложили что здесь все так хорошо и прекрасно то за один раз ему это все объяснить практически невозможно я вот когда-то тоже в казахстане жил приезжали люди на mercedes показывает фотографии своего дома думаю нифига не давно уехал как люди круто там живут но ни один с этих товарищей зараза не сказал что у него там кредит на лет так 30 на 40 у кого и на 50 зависимости сколько он там взял и и некоторые так также знаю не состоянии были рассчитаться допустим заболел умер и в результате все это повисло на его детей ну как бы как то так поэтому не все так радужно как может показаться конечно раньше когда приехал в дуэче марках было все намного лучше ну когда тут с немцем еще сидел разговаривал помощником работал каменщиком он меня спрашивает но это да немецкий только учил мне тяжело было но тем не менее как-то мы объяснялись спрашивает вот говорит евро придет как ты думаешь что будет я ему говорю будет очень нехорошо будет очень быстро все идти и очень нехорошо вы много денег если у вас есть то потеряете он так и с такими глазами на меня смотрел удивленными и спрашивает почему я говорю ну как почему я вот недавно приехал я три замены денег видел что я тебе могу сказать ни разу лучше не было потом говорю напряги свою память уважа тоже тут деньги меняли и хорошенечко вспомни что на самом деле тут было в общем это всегда так происходит и сейчас данное время с октября тут зарплату подымают но подымают интересно конечно в общем подымают не настолько чтобы она компенсировала то что произошло на сегодняшний день а как всегда ниже в общем рабочий как всегда в пролете думаю тот кто имел побольше тот будет иметь еще больше ну в россии тоже все весело я наблюдаю постоянно тут вот владимир или как вызвать то забыл они не владимир неважно баглая вот студия рубеж канал я его постоянно слушаем директор завода экономист в общем интересный человек рассказывает все довольно доступным языком все понятно здорово объясняет ссылочку я оставлю в описании под видео кому интересно если кто не знает можете послушать но лучше конечно начать слушать с 24 февраля и что происходит вы поймете что происходит в россии в общем послушаешь российское телевидение и послушаешь сводки то все совершенно не соответствует в общем все везде идет туда куда нам не хочется но нас туда ведут упорно ведут в общем нам надо как-то вот самим теперь еще и лечиться если раньше как-то я надеялся на медицину с детства все-таки приучали же нас не заниматься самолечением вы навредите себе идите к врачу он вам поможет это как мантра звучала и когда ты к одному приходишь ко второму третьему четвертому пятому ну в общем-то мне по моему двоих или троих хватило чтобы я понял что это надо самому заниматься и самому всем во всем разбираться потихоньку и что-то делать с этим потихонечку по-другому не как также я сейчас расскажу я же говорил у меня есть стеноз я подозревал так что это стеноз утолщенная очень сильно утолщенная левая сонная артерия ну сейчас она не такая толстая стала с тех пор как я стал перекись прикладывать потом я стал немного там когда я сделал вот эту баню водяную от оливковым маслом потом стал от растирать вот этим еще оливковым маслом пользоваться в общем она небольшая но сходила все-таки на это узи проверил к сожалению я все толком не понял это мне надо к врачу сходить еще раз расспросить но я так примерно понял что у меня там проблемы нету кровь поступает все нормально а то что утолщение спросил у него он горит у тебя что-то там но как я понял новая сонная артерия получается выросла в общем получается как-то первое забилось и рядом образовалась у меня новая но такого я еще не слышал конечно наверное есть такое ну еще конечно схожу как-нибудь будет время к врачу своему пускай он мне это все популярно объяснит к сожалению на узи врач как-то не очень-то охотно шел вот это чтобы мне все показывать но все-таки чуть-чуть там показал он пару фрагментов я конечно хотел бы чтобы он мне показал сначала левую сонную артерию допустим самого низа до самого верха затем правую сонную артерию точно так же чтобы показал но почему-то он этого не стал делать он только показал мне утолщение и сверху выше утолщение что вроде как бы там кровь движется как положено да но сужение как бы я там видел конечно что где утолщение там вроде шире выглядит но не показал говнюк почему-то вот не хотела я смотрел специально искал в ютубе тоже ролики многие вот русские там прям показывают от и до там под так так и так подробно вот пациентам все вот показываю я бы тоже конечно так хотел но он не знаю такое ощущение что ему нахрен это не надо он тебе сказал что у тебя нормально кровь движется и все до свидания больше тебе не хрен тут делать ну вот на наверное на сегодня все пока у меня ничего новенького нету наверно завтра попробую сходить первый раз на пирамидки если не забуду конечно мультиметр у меня машине лежит я постараюсь не забыть быстренько заскочить проверить что-то изменения какие-то есть там нету этих пирамидальных фонтанов если есть то конечно сниму расскажу потом мне надо еще время выбрать но это может как раз воскресенье схожу опять же возьму камушки шунгита и схожу в это самое сюда опять церкви собор и еще раз попробую все это проделать и посмотреть потом попозже тоже еще результат дело в том что возможно я не исключаю что возможно это будет работать только вот именно у церкви или у собора потому что ну в общем есть у меня такие мысли это конечно хорошо что вот соратники помогут александр и другие все это проверить это намного быстрее будет и хорошо будет если это работает конечно так можно будет хоть что-то определять но надеюсь что это не только на собора распространяется у меня тогда мысль такая появилась поэтому и решил быстренько проделать это с фонтанами и посмотреть что будет рук к сожалению у меня не хватает всего две блин было бы четыре а лучше шесть тогда наверное все бы веселее шло занятий очень много поэтому на все честно говоря руки то тут ни при чем времени в основном не хватает ну и рук тоже парочку бы не помешал еще на этом пожалуй все если была полезная информация какая нибудь ставьте лайк не было информации полезной ставьте дизлайк в общем по маслу что тут родяная баня жалили маслом поставили там чего-нибудь на дно положили за тем чтобы не было с одном стекло не соприкасалась и в общем то включили чтоб вода ну не кипела а чтоб горячая была там почти кипящее состояние что постояла немного потом сняли или даже не сняли в этой воде оставили укутали все хорошенечко и пускай она до полного отстывания стоит вот масло все в себя заберет еще шишечек все полезные свойства сиропы ну ну тут вообще просто вот сколько шишек столько и сахара ну в общем-то шишек насыпал сахаром засыпал и так далее так далее в общем то что пик скрыла размешал хорошенько по 3 чтоб идеально ровно чтобы они полностью скрытые были у меня полностью скрытые но все равно сиропа чуть-чуть как бы получилось меньше чем шишек но это я думаю нормально подсолнечным маслом ну та же самая баня оливковым ну а это вообще самый простой рецепт это проще вообще как говорят у нас паренной репы нарежал шишечек туда закидал какие-то я тут даже и не резал и залил их вот сколько я уже выпил уже шишки то появились по чайной ложечке бухаю потихоньку ну а этот смола сухая взять ее там не знаю у кого что есть меня вот эта скалка деревянная взял эту чашку фарфору глубокую как пиала такая большая мне они нравятся мне с удобно с них кушать супы и вот в ней хорошенечко хорошенечко раздробил и чуть-чуть буквально туда маслица налил и все размешал хорошенько и вот он десять дней настаивалась у меня там разок в день бывало два тут у меня стояла рядышком как увидел помешал немножко ну половину отлил отдал тоже еще человеку попробовать ничего не спрашивал как результаты ну вот теперь точно все на этом всем удачи счастья здоровья пока